Доброго денёчка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа и на канале у меня снова рубрика Трэшачок. Да, я сегодня снова с работы, заколебавшийся и, в общем-то, хочу немножко нагадить своему хозяину. Ой, где же кот? Наверное, не кот. Коты, короче, не работают. Это, конечно же, игра Cutlerial Damage Remastered, точнее. Это перезапуск, или, вернее, обновлённая версия игры, которая вышла в далёком 2013 году, которая представляет собой симулятор кота. Вредного кота, который стремится разрушить и сделать всё наперекор своему хозяину. Разрушить его предметы, сбросить их с определённых позиций, короче говоря. Но в этой игре добавили, по сравнению с прошлой, полностью переработанное прохождение. То есть, в оригинальную часть я не играл, к сожалению. Но, я думаю, особо много я и не потерял. Но здесь ещё добавили опрокидывание дополнительных предметов, интерактивные предметы, дополнительные задания. Басхалками 20 фотографий, доход почти 300 фотографий. Постоянное повышение уровня и способности у кота твоего. Ну и, конечно же, улучшенная анимация, модели и прочая фигня. Интерфейс более понятен и анимации и эффекты и прочая-прочая-прочая фигня, касающаяся графики, тоже была немножко улучшена и доработана. Итак, нам предлагают пройти обучение. Давайте научимся играть. Давайте научимся. Васт осмотреться с помощью... Ага. Та-та-ля-та-там. Надо настройки подделать немножко. Клавиатуру мышь прибавить. Применить, да. А, всё, окей. Пятёрочка нормально. Нажмите shift, чтобы прыгнуть. Вот так. Вот так. И бросайте предметы с помощью левой или правой кнопки мыши. Прокиньте робота. Где робот? Угу. Прям... Эти... Так, найдено угощение. Этим можно открыть преимущество фотографии. Угу. Взять. А, я понял. Левая и правая кнопка мыши, это, в общем, разные лапы. Я понял. Присесть. Слушайте, кошак прям такой у нас. Довольно прыгучий. Так, что ещё нужно сделать? Опрокинуть книги. А где книги? Наверное, вот здесь, на полке. Shift'а нету. Ай. Не допрыгнул. Чёрт. И что у нас есть? Какой-то цветок, кактус. Что это? Самое главное, где это? А, вон ты где. Ух ты, блин. Куда ещё попробуй допрыгни. Чёрт. Я думаю, что игра не сильно сложная. Выполнены все задания, чтобы продолжить. Прыгните в коробку. О, давайте прицелимся. Вот так, вот так. Недолёт. Обучение пройдено. В коробке, короче, каждый кот, даже в реальной жизни, сейвится. Несмотря на то, что у меня никогда в жизни не было кошек и котов, или вообще кошачьих и кошачьи образных, у меня были всегда собаки, к котам я абсолютно отношусь нейтрально. А ваши отношения напишите, пожалуйста, к кошкам, мне, пожалуйста, в комментарии. Посмотрим, сколько у вас кошатников, кто любит, наоборот, собак и так далее. А может быть, вы вообще ни тех, ни других любите. Напишите обязательно в комментариях. Итак, прогидывайте предметы, чтобы выполнять задания и открывать новый уровень. Отлично. Кстати, здесь динамически генерируемые уровни. То есть, я так понимаю, что, скорее всего, не попадёшь в другой уровень, или в тот уровень, который ты уже проходил однажды, скорее всего, ты в него уже такой не попадёшь. Но, с другой стороны, я не знаю, повторяется ли здесь динамика или нет. За дело. Динамически. Динамически создаваемые уровни и бесконечное веселье. Вот о чём я и говорил, собственно. Это примерно как в Diablo II, помните, если кто играл. Там уровни динамически. Каждый раз ты выходишь из игры и заходишь, и уже новый уровень. То есть, реиграбельность игры дополнительно повышалась. Конечно, в этой игре вряд ли захочется постоянно, бесконечно играть и кошаком разрушать всё, но, тем не менее, в Diablo это очень хорошо работало. Динамически пока закрыт. Чтобы открыть, сыграйте режим задания. Поигнали. Режим задания НИПИ. Выберите кошку. Они ещё все разные. Тут, смотрите. Окей. Выберите уровень. Эмммм. Судья, тут единственный уровень. Катафакт. Около половины кошек не реагируют на кошачий мяу. Мне скучно, людишки поплатятся. Мху-ху-ху. Прокиньте 20 книг. Новинка. Что-то я открыл дополнительно. Там написано про какие-то предметов 5. Носки какие-то. Нехер их тут разбрасывать. Надо их стирать вовремя. Это не книжки? Так, где что? Вот, смотрите, сколько предметов. А можно так их столкнуть, да? Прикольно. То есть кошак у нас полностью как бы с телом. Что это такое? Это целая кипа книг была. Ой-ой-ой. Так это... А... А если... Если... Вот так вот сделать. Что... Что если? Мне нужно куда-нибудь... А, давайте вот так. Не, не проканает. Короче, книжки скриптованы. То есть, которые я сбросил. На нее уже есть какая-то там невидимая метка для меня. О том, что я ее уже сбрасывал. О, подушечка тоже сейчас полетит вниз. Где еще книги? О-о-о, да тут еще целая... О, да ты... Ням-ням-ням. Кстати, а мы другим кошаком играем. Это кто? Хозяин? У меня к тебе вопросы. Упс. А это можно? Есть. Энергия. Я не знаю, зачем нужна энергия. О-о-о. А, помидорку, конечно же, кот не будет есть, потому что это не кошачья еда. Что я здесь делаю? Вон книги наверху, да? Нет. Это баночки с каким-то, наверное, приправами. И прочая херня. Нет. Пойдем обратно в комнату. О-о-о. А кто это сделал? А кто это сделал? Где у нас тут еще есть? Опа. Здравствуйте, книжки. Кончилась энергия. Замурчательно. Замурчательно. Пойдем в эту энергию уложиться и выполнить задание. Ладно. Динамические создаваемые уровни и бесконечное веселье. Отлично. Открыть... Открыть... Преимущество. 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 Да, о чем я и говорил, собственно. Можно прокачать своего кота. Плюс 10 энергии. Увеличивает максимальную энергию. Сон восстанавливает больше энергии. А, еда восстанавливает больше энергии. Скорость передвижения плюс чуть ускоряется. Нажмите R, чтобы броситься вперед. Высота прыжка увеличивается. Двойной прыжок. Сила броска. Сильный бросок. Вот тут даже не знаешь, да? Что бы взять? Может быть сильный бросок, то есть с одного раза? Я не обратил внимания на попытки сбросить что-то. Трантилась энергия или нет? По-моему, да. А-а-а! А, у меня 30 очков-то нет. Я вот сюда смотрю, думаю, 30 очков нормально. А они у меня вот. У меня всего лишь 11 очков. Поэтому мы что-то будем из вот этого брать. Это значит сила броска. Что еще раз? Сила броска увеличивает силу броска. Высота прыжка. Скорость передвижения или энергия. Чуть больше энергии, я думаю, взять. Погнали. Давайте попробуем что-нибудь еще. А-а-а! Чтобы новый уровень открыть, нужно, короче, 6 колокольчиков набирать. Окей. У меня полный запас энергии. И... Да, блин, не в ту сторону. И, соответственно, энергия тратится, когда я прыгаю. Вот. Не, это вряд ли книга считается. Нужно сбросить 16 книжек. И чем меньше я трачу на это энергии, то... А если просто толкать тоже? Короче говоря, нет никакого смысла... Толкание, потому что все равно тратится энергия. И даже на бег тратится энергия. Это беда, конечно. Вот там нету... А-а-а! Там большие книги есть. Черт! А, еще 5 всего лишь? Поиграйте с... Я почему-то увлекся только книжками. А нужно еще где-то найти хреновину, которая позволяет коту и поиграться. А-а-а! Вот так даже можно поспать! Е-мое! Но один раз. Такая же однопользовательская штука, как и... Еда. Один раз использовал, все ништяк. Поиграть вот с этой херней, наверное, надо, да? Не похоже. И это не похоже. Интересно, девки пляшут. А где же моя игрушечка? От недолет. Там не было вроде игрушки. Можно поссать. Да? Нет. Я не вижу игрушку. Где моя игрушка, чувак? Ну, там можно поспать. Фу ты, блин. А как же туда забраться? Окей, окей. Одного кошака нашли. Нашли фотографию кошака. Окей, хорошо. И чё дальше? Я, знаете, чё вам хочу сказать? Что-то не их... О! Нихрена нелегкая игра. Ну, имеется в виду... Кажется, что она такая... Ну, вроде... Ну, простенькая, да? У-у-у. Во-первых, пока не узнаешь, где вообще... Чё, где расположена. Вряд ли пройдёшь её с первого раза уровень. Тут вот кастрюли. Ну, я сомневаюсь, что они лежат здесь. Мои игрушки. Нужно найти игрушку. Какая-то сиреневенькая игрушечка. Я хоть убейте, не вижу, где бы она могла быть. Нет. Всё, энергия кончилась. Не прошёл я уровень, представляете? Со второго раза я не прошёл уровень. И получилось всего лишь... ЧЕТЫРЕ колокольчика. Зато одну фотографию нашёл. Родина 64% И... А, открыл. Всё, я понял. Накопительный эффект имеют колокольчики, поэтому можно попробовать следующий уровень. Сейчас попробуем его. Квартира. Хозяева меня игнорируют? Людишки поплатятся. Итак, опрокиньте растения. 15 штук. Ого. Опрокиньте телевизор. Опрокинул телевизор. Вон там, смотрите, растений сколько. Падает, тварь. Я думаю, что вот на ту полку можно забраться только через вентилятор. Найдите игрушки. Вот одна игрушка. Душевой нету игрушек. Я вам скажу, вот чё. В эту игру нужно уметь играть. Отвечаю. Просто с непривычки, с неопытности, нифига не получится у тебя. О, игрушка. О, игрушка. Какой-то новый предмет. Я его не видел ни разу. Это Валера. Какая-то замедлялка, короче, которая... Которая даёт какой-то эффект, но я так понимаю, что время замедлилось. И у меня не тратилась энергия. Это интересно. Всё-таки энергии у меня не хватает. Я какой-то ленивый кот слишком. Банни-хоп, банни-хоп. Ещё девять растений. А, вот там под столом можно поспать, и там последняя игрушка лежит. Всё? Между прочим, а как портрет кота взять, если... Он просто... Ну, я просто его опрокинул, он никак не взялся, и ничего не произошло с ним. Это очень-очень странно. А, значит, мне нужно снова опрокинуть растения, но... Не вот с этой хернёй надо поиграть. Но энергии получается больше. То есть, следовательно, может быть так и задумано, что с первого раза не пройти. Совсем непонятно мне, как использовать эти фотографии. Потому что оно это странно выглядит. Я вроде подошёл к ней, но... Ничего не произошло, ничего не получилось. Вот ещё одна игрушка. Вздремнуть можно. Вот там наверху много очень. Ух ты, блин. Еле допрыгнул. Это неприкольно было, между прочим. То есть, получается, я упёрся сейчас в потолок. Ну и, следовательно, не допрыгнул. Между прочим, в обучении не было ничего такого сказано. Видите? Из-за шторы не могу зацепиться. Это очень странно. На самом деле, штора не зря... Выделена таким цветом. А, типа, её порвать можно всего лишь. Я думал, можно по ней, короче, скарабляться. Понятно. Моя теория рухнула. На прыжок очень много уходит энергии. Поэтому... Лишние прыжки вообще противопоказаны, если хочешь выполнить какое-то задание. Не, нифига. На холодос нужно ещё запрыгнуть. Устал, котяра. Устал, котяра. Ну, поиграли хотя бы. Но игрушки я почему-то не нашёл все. Вроде пробежался по тем же самым всем местам, но игрушку не нашёл. Ладно. Давайте попробуем в бесконечное веселье. Посмотрим, что там есть. Естественно, чтобы открыть, нужно ещё 13 колокольчиков насобирать. Котики все остальные закрыты. Ладно, динамический режим. Выбираем того же кота. Ааа, здесь получается задание неизвестное. Можно просто тупо бегать, видимо, и всё рушить. Котафакт. Кошки спят 70% жизни, а 30% бодрствуют. Мыша, мыша, мыша. Поймайте 14 мышей. Четыре мышки, прошу прощения. Как-то рано мы прилегли поспать, но полностью энергия восстановилась. Правда, я думаю, что это не спасёт ситуацию. Найдите игрушку какую-то... ...види цветочка хреновину, а прокиньте на 2800. Я думаю, что телек будет самый дорогой. Там сказано... Вот, мне интересует... Да, я понимаю, что мне предлагают... ...каким образом туда забраться мне? Нифига не понимаю. Я только что сказал, понимаю, нифига я не понимаю. Каким образом мне туда предлагают забраться? По двери? Ну ок. А как на дверь-то мне попасть? Я должен так рассчитать, что попасть на ручку? Это Unreal, по-моему. Опа-опа-опа! Долетел. Я даже не допрыгиваю. Ха-ха. Прикол. Мыша, мыша. Ничего себе. Турбо-мышь, что ли, или что? Не тут-то было. Это засчиталось. Я так и не понял. А ту мне, наверное, уже засчитало. Может быть. Нет, определенно должно быть веселье такое, чтобы я мог просто все прокинуть. Просто все. Ничего не оставить. Но, с другой стороны, задание тоже интересная штука. Как бы. А если красться, энергия уходит? Не пойму. Она то ли слишком медленно уходит, я не понимаю, уходит она или нет, то ли она не уходит. Это хреново, но, между прочим, можно было съесть. Уходит энергия или не уходит, не понимаю. Сейчас, мыша, стоять. Ага, никуда, да? Тварь, а? На тебе, под задницу. Вот там можно поспать. А игрушка, кстати, здесь. Девять книг. Интересно, я допрыгну. Не, я не понимаю просто, как допрыгивать до некоторых предметов. До некоторых мест даже не понимаю, как допрыгнуть. С подушки я просто слетаю вот с этой. То есть, я не могу ее использовать для того, чтобы запрыгнуть. Если кто знает, напишите обязательно в комментариях. Может быть, вот эти шторы как-то можно использовать для того, чтобы добраться до другого места. Потому что для меня, ну, как неопытного человека, не совсем очевидны моменты, где можно куда-либо добраться. В общем-то, если, мои дорогие друзья, вы досмотрели до этого момента и все еще не поставили лайк, поставьте, пожалуйста, лайк, отпишитесь мне в комментариях, ну, по любому поводу или какими-то другими советами. Может быть, я еще раз в эту игру зайду. Ну и, конечно же, если это видео вам оказалось полезным, я очень рад, я был рад стараться для вас. Заглядывайте на мои стримы среда, пятница и суббота в 21.00 каждую неделю. И, конечно же, в обязательном порядке берегите себя, всем удачи, пока.